Павел, добрый вечер. Ну что, у нас такой, возможно, это лучший день по сенсациям, по напряжению, по интриге в этом чемпионате мира. Но так вы говорили в самом начале чемпионата мира и предсказывали о том, что у бельгийцев будет серьезная проблема, о том, что команда выстрелилась. Ну, собственно, это и произошло. Вы вчера прогнозировали победу хорватов 2-1, но невозможно было представить, что Лукаку не забьет один из своих многочисленных моментов. Что вы думаете по поводу этой игры? Сергей, добрый вечер. Вечер был или, скажем так, день на чемпионате мира был действительно очень интересный. Очень много сюрпризов. Это, конечно, вылет сборной Бельгии и сборной Германии. Это все-таки две футбольные нации. Поэтому это, конечно, день больших неожиданностей. Что касается игры Хорватии и Бельгии, конечно, я считаю, что игра была скучная по двум причинам. Потому что команды, скажем так, по своему сейчас уровню не могут показывать атакующий и, скажем так, интересный, захватывающий футбол. Это касается, скажем так, манеры игры и, вот скажем так, возраста футболиста. Особенно сборной Бельгии. Ну, вот, скажем так, они немножко запоздали со сменой поколения. Или у них нету нового смены поколения, да. И поэтому, к сожалению, им не удалось обыграть сегодня Хорватию. Хорватия играла, естественно, на результат. У них это получилось. Хотя ты правильно сказал, что у бельгийцев было очень достаточно моментов. И когда вышел Лукако. Но я думаю, что это типичная ситуация, когда игрок долгое время не играл, был травмирован. То есть нету вот этого игрового ритма, скажем так, чувства позиции. Ну, и вообще везения перед воротами. Вот то, что мы увидели. То есть мяч, скажем, наверное, сегодня так не он его находил, а мяч его находил. Он попадал в него, ну, куда он только не попадал. Но отскакивал, к сожалению, не в ворот, а то выше, то рядом, то во вратаря. Поэтому вот это и привело, скажем так, ну, в большой степени к такому поражению. Уже, скажем так, тренер сборной Бельгии Мартин ушел в отставку. Да, ушел в отставку. Да, да, да. Это, скажем так, по-мужски. Павел, но с другой стороны, ведь, знаете, как говорят, да, там бельгийцы старые. Но я смотрю на Хорватов, там тоже, как бы, не слишком молодая не была молодой. Ну, поэтому игра была неинтересная, да. Тем более, что, ну, Хорватов устраивала ничья, они на нее играли. Не рисковали, так скажем, игру тормозили, сушили, да. А у бельгийцев нету просто сейчас, скажем так, того уровня скорости, подвижности. Мы должны тоже признать, и тот самый же Кевин Дубровин сыграл. В смысле, не самый, ну, наверное, так скажем, свой посредственный чемпионат сегодня практически был вообще незаметен, да. Ну, вот после выхода, по-моему, доку, да, вот этого молодого футболиста, уже будем считать, нового поколения, игра как-то обострилась и поинтереснее стало впереди у бельгийцев. Ну, конечно, Лука, куда он там находился, но опять-таки, я говорю, что ему, ну, смертельно не везло, потому что сегодня, ну, один должен был он забивать гол из тех вот моментов, которые ему сегодня предоставлялись. Павел, ну, с другой стороны, там все-таки, ну, да, опытная команда Бельгии, ну, так опозорится, это же вообще катастрофа. То есть, что и тренер у них квалифицированный, что, на ваш взгляд, случилось в принципе? Они еще год назад, они год назад были высоко на чемпионате Европы. Видишь, мы с тобой говорили в начале, да, чемпионата мира, что команда потеряла, скажем так, форму, да, не было, скажем, таких игр, от которых мы могли бы отталкиваться и говорить, что они смогут на этом чемпионате хорошо сыграть, скажем так, на опыте показать хороший результат и дойти также, скажем так, далеко к чемпионате мира в России. Да, поэтому все были предпосылки. Опять, когда нету такой свежей крови, да, игроки, которые могут, допустим, повезти за собой, все-таки возрастная команда и защита очень возрастная, медленная. И в средине поля, и нападающих не оказалось в команде, поэтому, ну, как говорится, вот этот вот результат налицо, да. И, конечно, здесь, и, конечно, здесь, ну, и, конечно, здесь вина тренерского штаба, что они не вовремя, не вовремя обратили на это внимание, да. Ну, а что у футболистов? Футболисты выходят на поле, играют, скажем так, за себя, если тренер их оставит, то они играют, никто не скажет, что я уже постарел. Павел, не вовремя вы, вы имеете в виду, не вовремя обратили внимание, что просто нужно было смену поколений делать или что? Ну, во всяком случае нужно было, ну, во всяком случае нужно было пробовать, скажем так, запускать каких-то других игроков, потому что на чемпионате мира уже принимать какие-то радикальные решения, это всегда тяжело. Мы с тобой говорили в отношении сборной Германии с тем самым же Томасом Мюллером, это уже тяжело. И тренера, как правило, как правило, не решаются и не идут на такие, вот, скажем так, резкие изменения. Поэтому вот, не, ну, сборная Бельгии абсолютно справедливо вылетела с чемпионата, то есть и по игре все заслужено, поэтому здесь ничего не поделаешь. Павел, марокканцы, но все-таки марокканцы это главная сенсация пока вот этой группы, не всего чемпионата мира, но вот марокканцы, которые прошли из этой группы и теперь будут играть в плей-офф, что о них скажем? Команда все-таки неплохая, есть неплохие игроки, ну, и, в общем, команда неплохая, естественно, техничная, креативная. И то, что они сегодня обыграли Канаду, ну, это абсолютно нормальный результат. Поэтому, да, конечно, это приятная неожиданность, но все-таки я, скажем так, ожидал, и у меня были такие, ну, вот, ожидания, что они могут пройти дальше. Поэтому они сегодня подтвердили, подтвердили этот статус, конечно, не без помощи, не без помощи канадского вратаря, ну, как говорится, это уже никому не интересует. То есть они, я говорю, что, ну, вот, заслужили, заслужили, скажем так, двумя победами выход в следующий тур, раунд. Да, следующий раунд все-таки, да, это важная история. Ну, и все-таки вечерние матчи, о них, порассуждаем, конечно, катастрофа немцев, да, они обыграли, значит, Коста-Рику 4-2, проигрывали там по ходу матча, но все равно не вышли. Что с ними, на ваш взгляд, произошло? Ну, наверное, немцы все-таки предрешили свою судьбу это вот поражением от Японии, да, и которое сегодня подтвердило, что у них очень хорошая команда, и которая может удивлять, и они удивили и Германию, и Испанию, это, конечно, это, ну, 100% команда заслужила дальнейшего пребывания на чемпионате мира, и, может быть, будут еще, скажем так, неожиданности, что касается японской сборной, да. Вот, конечно, сборная Германии сделала свой долг, опять-таки, опять-таки, не очень просто, не очень просто, да, с той самой же Коста-Рики, это говорит о том, что команда, что у команды есть проблемы, что команда не просто так, не просто так сегодня покидает чемпионат, это, конечно, самая такая, ну, скажем так, большая неожиданность, и сюрприз для чемпионата все-таки такая футбольная нация, которая не смогла... Павел, ну, а на второй чемпионат мира подряд она не выходит из группы. Что происходит в целом, на ваш взгляд? В целом, в целом происходит, то есть, это была проблема у Яхималева, это, опять-таки, смена поколения, подбор футболистов на этом чемпионате, опять, как мы с тобой говорили, сборная оказалась без нападающего, то есть, справедливо это и несправедливо, нам, конечно, тяжело судить, но я опять говорю, что команда не выходит играть с центральным нападающим, да. То есть, проблема есть 100% в атакующей линии, и вот, ну, конечно, все это отражается на игре футболистов, на игре футболистов отражается. И в линии обороны тоже не так все просто, мы это увидели по игре с Японией. Сегодня пропустили два мяча тоже все-таки для сборной Германии, для сборной Германии это плохой результат, так скажем, пропускать от таких команд по два гола, да. Поэтому это нельзя назвать неожиданностью, это нельзя назвать неожиданностью, потому что сборная Германия и результатами своей игрой не доказала и не показала того футбола, который бы позволял бы ей вот продолжить, так скажем, участие в этом чемпионате мира. Поэтому я считаю, что это тоже закономерно, и они не заслужили этого. Конечно, конечно, испанцы могли им помочь, конечно, но опять-таки мы не можем говорить, что Испания это сборная 2012-го там или 2008-х годов, да. Ну да. Это неплохая команда, это неплохая команда, но которой надо самой сделать очень хорошие соответствующие выводы после сегодняшней игры, да. И, конечно, они могли, конечно, они могли помочь немцам, да. Но, как опять-таки показала японская сборная, что и у испанцев не все хорошо и не все в порядке. Павел, ну давайте о них тогда поговорим о матче Испании, Испании и Японии. А что, то есть это недооценка, потому что, ну, или это так Япония хороша, вот об этом давайте. Ну, мы с тобой говорили, то есть японская сборная, хороший подбор футболистов, которые играют практически все в Европе, на хорошем уровне, в хорошем клубе, да. Это что очень, так скажем, часто не хватало, допустим, японскому футболу, что касается дисциплины, организации, командного духа, с этим у них просто на высшем уровне. А теперь появились тоже исполнители, да. И, конечно, два раза, то есть два раза команда отыгрывалась и с Германии, и с Испанией. Это о чем-то говорит, это о чем-то говорит, да. То есть в момент, когда они проигрывали, они все-таки сегодня тоже во втором тайме вышли, скажем так, немножко с другими, немножко с другими уже амбициями и начали больше играть на атаку. Ну, чем это было, так скажем, сразу, как результат их игры, они и сравняли, и потом повели тоже в счете, а потом, уже когда Япония выигрывает, и они играют на результат, очень тяжело их обыграть. Это должна быть настолько хорошая сборная, которая могла бы пройти такую защиту, вот эту организованную самоотверженность. Ну, и опять-таки, футболисты выносливые, техничные, и, что я говорю, что командный дух и дисциплина – это очень сильное качество этой сборной. Поэтому, ну, так как играла Испания, и так как японцы защищались, то есть практически, ну, понятно, они могли бы полчаса играть, и, я думаю, все равно бы испанцы бы, испанцы бы все равно не сравняли. Ну, то есть все по делу, вы не видите здесь недооценки соперника со стороны сборной Испании? Ну, ты знаешь, конечно, немножко может быть было, тем более, что испанцы забили гол, да, вот. Ну, конечно, испанцам тоже, наверное, хотелось бы выйти с первого места, да, и, как я тебе говорил, что это очень тяжело перестраиваться, когда ты играешь против все-таки хорошего соперника, и когда ты выходишь, так скажем, не на 100%, и ты знаешь, что, ну, скорее всего, мы пройдем дальше, да, то тяжело во время игры перестраиваться. Это первое. Но то, что у Испании у самих не все в порядке, да, и прилично, то есть, ну, игра с Коста-Рикой, мы уже об этом говорили, что это, так скажем, исключение. Хорошие игры показали и с немцами, с немцами тоже они просели, когда немцы начали во втором тайме их поддушивать, и сегодняшняя игра показала, что у Испании не все хорошо, и им надо будет, ну, им надо будет очень хорошо постараться, чтобы пройти далеко на этом чемпионате. Хотя, конечно, все возможно, но я думаю, что им тоже надо хорошо будет постараться и разобрать свои игры, свои проблемы, чтобы у них был шанс на выигрыш в этом чемпионате. Павел, а вот как вы видите этот момент, когда мяч то ли ушел, то ли не ушел за линией поля? Ну, ты знаешь, я вижу этот момент в телевизоре в своей комнате, что мяч ушел, вот, но у нас же сейчас есть ВАР, у нас же есть сейчас ВАР, поэтому, видишь, который должен был посмотреть и увидеть, ну, вот это такие, ну, может быть, это футбол украшает, раньше все время так играли в футбол, да, вот, а, наверное, ну, люди, как скажем, должны были, ну, повнимательнее отнестись и разобрать этот момент. То есть, мне показалось, то есть, мне показалось, что мяч ушел за линией. Павел, вы сказали, что Испании надо кое-что подправить. Что именно? В чем вы видите проблему Испании? Ну, опять преобладает очень много, очень много мелкого паса, который не очень, так скажем, сильно направлен вперед, вот, и самая проблема, самая проблема, что нету, нету сейчас линии атаки нападающей, которые могут решать вот такие игры индивидуально, то есть, обыгрывать, взламывать, взламывать такую насыщенную, насыщенную оборону соперника. Я думаю, что это вот такое, ну, самое-самое слабое, самое слабое звено сейчас сборной Испании. Ну, и о Японии, там, конечно, Рицу Дон, да, это парень, который, по-моему, играл в Голландии. Ну, видишь, это еще раз показывает, что, это еще раз показывает, что любой футболист может прогрессировать, если он, если, если он, так скажем, идет по правильному пути, да, этот игрок играл, скажем так, в среднем голландском клубе Гронингене, вот, он заслужил, заслужил внимания и перешел внутри голландского клуба, голландского чемпионата в ПСВ. В ПСВ у него дела складывались не так хорошо, вот, и после чего он перешел в Бундеслигу. Когда человек получает игровую практику, то он играет, он развивается, он получает уверенность. И я думаю, что он, ну, неплохо проводит этот чемпионат, и, то есть, сегодня забил решающий мяч, скажем так, поэтому я думаю, что это результат того, что человек играет и провел, провел хорошие, хорошие, так скажем, последние полсезона. И вот это результат, это его игра в сборную. Павел, насколько, на ваш взгляд, Япония способна далеко пройти на этом чемпионате мира? Ну, учитывая то, что они, по-моему, будут играть с хорватами. У них, у них хороший очень шанс, потому что я считаю, что сборную Хорватии Япония абсолютно, ну, способна обыграть. Конечно, немножко зависит, как будет складываться игра. То есть, японцы все-таки такая команда, которая не может с первых минут играть в атакующий футбол, раскрываться. То есть, конечно, это не их стиль, и они все-таки лучше играют от обороны, а тем более могут играть на удержание. Но в плане встречи со сборной Хорватии, то есть, у них очень хорошие козыри. То есть, команда подвижная, выносливая, работоспособная, организация классная, командный дух, есть исполнители. Поэтому я думаю, что у них есть все шансы, чтобы Хорватию пройти. Несмотря на то, что это, конечно, такой очень неприятный, опытный соперник, но, во всяком случае, для них этот барьер возможен. Павел, а я вернусь просто к бельгийцам, чтобы этот вопрос не затерялся. На вас ждет. Ну, вот сейчас это поколение хорошее, очень хорошее сходит, которое, к сожалению, для бельгийцев не смогло ничего выиграть. Бронзовые медали, по-моему, они в Москве выиграли у нас четыре года назад. В России, да, по-моему, в Петербурге была игра. Но есть ли следующее там за ними поколение, которое может так себя ярко проявить? Нет, такого, следующего поколения, скажем так, в таком количестве 100% нет. Вот, я несколько раз тебе говорил, об этом говорил тоже Роман Куман, когда был тренер сборной Голландии, они играли товарищскую игру с бельгийцами. Он так очень аккуратно, но так очень иронично сказал, что наслаждайтесь, пока у вас есть время. То есть он уже тогда об этом сказал, что будет спад, и образуется определенный вакуум после вот этих игроков, которые уйдут. Конечно, футбол – это непредсказуемая вещь, и молодые футболисты, они могут очень быстро развиваться и удивлять, да. Но чтобы сказать, что у сборной Бельгии, так скажем, спокойное будущее, нет, нет, нет. То есть нужна очень хорошая работа, и нужно правильно вводить игроков, молодых, которых не очень много. Ну, конечно, есть футболисты, и сборная Бельгии абсолютно там не упадет куда-то там, я не знаю, на 20-е или на 30-е место. Но это не так все, скажем так, солнечно, как вот с этим поколением, которое их на протяжении, так скажем, лет 8 или 10 удержало, так скажем, в топе, в мировом топе. Поэтому переходный период у них будет 100%. Как он продлится и как они оттуда выйдут, это зависит и от нового тренера сборной, как он сработает, как он будет находить новых игроков и вводить их в сборную. Поэтому посмотрим, посмотрим, но я думаю, что, наверное, все-таки некоторые футболисты, наверное, я так думаю, ну и надеюсь для сборной сборной, закончат или им подскажут закончить уже свою карьеру в сборной. Понял. Ну и что, переходим к завтрашнему дню. Прогнозы. Южная Корея, Португалия. Ты знаешь, надо, конечно, отвечать на твой вопрос, но все становится сложнее, потому что вот играет вот эта вот роль в групповом турнире, когда какой-то команде это нужно меньше, а какой-то команде это не нужно вообще, да. Вот. Южная Корея, Португалия. Ну, я все-таки скажу за Португалию. Все-таки 1-0 за Португалию. Но вы не считаете, что завтра Португалия будет играть резервным составом, нет? Ну, вот это вот проблема. То есть мы надеемся, что команда будет как бы это играть на победу и будет придерживаться спортивного принципа. А как ты видишь, правильный вопрос задаешь, что может быть действительно они будут играть резервным составом. И, ну, скажем так, предугадать результат в таких вот матчах, когда команда может себе позволить играть составом Б, конечно, тяжело. Ну, все-таки я все-таки надеюсь на опыт и на амбиции португальцев, поэтому говорю 1-0 Португалия. Ганна-Уругвай. Ганна-Уругвай, Ганна-Уругвай. Ганна-3-1. Сербия-Швейцария. Сербия-Швейцария. 2-1 Швейцария. И последняя игра Камерун-Бразилия. Камерун-Бразилия, но все-таки игра будет скучная, но 2-1 за Бразилию. Понял. Спасибо большое. До завтра. Ждем, ждем. Последний групповой день и потом уже... Начнется самое серьезное. Да, начинается выходи на выход. Спасибо, счастливо. Все, всего хорошего, приятного вечера. На связи.